Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Хобата Ливовод. У нас идет 76 занятие, и мы находимся в вратах четвертых, врата упования и раздел 4. Тема наша – упование на Всевышнего, конкретное осуществление этого упования в самых разных сферах жизни человека. Победа Ливовод разделяет всю нашу жизнь на 7 сфер. Мы находимся посередине этой второй сферы жизни, того, что касается человека и его окружения. То есть для того, чтобы наше окружение имело возможность существовать достойно, то пропитание идет через главу семейства, через одного какого-то человека. Целая иерархия, которая есть. Вопрос он такой. Каким образом должен человек истинным и верным образом полагаться на Всевышнего применительно вот к этой сфере жизни? То есть мы сейчас конкретно уже разбираем в каждой из сфер жизни, каким образом мы, как люди, соблюдающие, верующие, должны себя вести, что мы должны ощущать в своем сердце, как мы должны расшифровывать нашу реальность вокруг себя. И посередине разбора очень важной темы. Пропитание, то есть то, что посылает нам Творец для нас, для того, чтобы мы обеспечили других, как тут сказано, приобретение человека, способы изыскания пропитания, введение дел в торговле, ремесле, деловые поездки, назначения. То есть все переводится в вся деловая деятельность человека для того, чтобы себя обеспечить. В конечном итоге вся эта деятельность необходима человеку для очень простого желания. Человек хочет быть богатым. Не видел человека, который хочет быть бедным. Все хотят быть богатыми. Уже много говорили на эту тему. Если в этом что-то опорочное, нет. Обсуждали все это. Мы сейчас разбираем специфический вопрос тех самых ошибков-глупцов, как он говорит, которые стремятся к богатству. Стремятся к богатству. То есть больше, чем то, по-видимому, что запланируем свыше, полагаясь на самих себя. Мы перечислили в прошлый раз три ошибки этих глупцов. А сейчас перейдем еще к одной. Очень-очень существенно. Почему люди хотят быть богатыми? Основное объяснение, которое было, мы уже говорили об этом. Первый взгляд, деньги, ну что не дают их? Невкусно. Ну что в деньги? А в самом деле деньги – это очень вкусно. Это невкусно телу. Деньги позволяют реализовать наши мечты, фантазии. Это сладостно. А что на то, что имеешь деньги, уже помечтать как-то уже более серьезно можно. Человек выиграл. Вот это будет, это будет, это будет. Вот заработаю. А когда уже заработали, правда, уже психология меняется. В основном мысли о том, как чтобы не отобрали эти деньги. И начинаются заботы, и все проблемы, которые связаны с деньгами. С вами разбирали эту тему саму по себе. Сейчас мы перейдем к интересной группе людей. Есть среди людей такие, которые стремятся приобрести и приумножить имущество исключительно из любви к почести и стремления прославиться. И никакое богатство не в силах удовлетворить эту жажду. Сколько человеку надо? Уже говорили, сколько. Ну, сколько он может? Ну, весь базар. Купи, купи. Купи весь супермаркет. Ты же можешь съесть ему. Ты же не сможешь. Все испортится, выкинешь его. Ну, не можешь ездить на всех машинах. Ты не можешь жить на всех особняках и всех самолетах. Что же тебя так толкает продолжить накапливать имущество? Еще миллиард, еще миллиард. Что толкает? Явно не то, что мы сказали. Осуществить фантазии, чтобы у меня было и это, и это, и это. За деньги можно приобрести практически все. Есть одна вещь, которую человек считает, что тоже можно приобрести, но только полагает по ошибке. Это то, что, скорее всего, больше всего ему не хватает. Из всех сил душевных, которые есть в человеке, нам кажется, что эти силы, в первую очередь, они низкие, такие, знаете, телесные, которые требуют удовлетворения, удовольствия. На самом деле, сила гораздо более сильная, гораздо более, которая больше толкает человека глобально в его жизни. Это стремление к почести, к уважению. Ты меня не уважаешь? Это то, что человек толкает больше всего. Прославится. Престиж. Представляете, я крутой, так сейчас говорят, крутым быть. Единственное, что объясняет психология человека. Что тебе надо? Зачем ты не спишь с утра до ночи? Ты обеспечен. У тебя все дети, внуки, правнуки. Ты всех обеспечил, все поколения. Они никогда не смогут израсходовать то, что ты накопил. Куда? Для чего? А ему важно, потому что он смотрит этот список этих богачей, и он находится на восьмом месте. А он хочет быть на шестом, хотя бы, я знаю, где можно запрыгнуть в стремлении к почести. И он полагает, по полной ошибке, что богатство принесет ему уважение. И на первый взгляд, обратите внимание, так оно и есть. Люди богатые к ним относятся с большим уважением. Но это ошибка. Это действительно полная иллюзия. Действительно к людям богатым относятся с большим уважением. Ошибка. И корень их ошибки в том, что они не понимают истинных причин, по которым человеку достаивается почета в этом мире и в мире грядущем. Он не понимает, в общем, понимает вообще слово почет, кто получает почет. Он интуитивно хочет, чтобы его уважали. И полагает, что чем больше он накопит богатства, тем больше будут уважать. А само богатство, есть люди, которые на себя практически ничего не выдают. Они миллиардеры. Им не надо это ничего. Но зато это тщеславие, зато тот факт, что он влияет, он кого-то переставляет. Он человек богатый. Это для него, это вся его жизнь. Для этого он готов ночью и днем не спать, на кого-то переступать через трупы, заработать, чтобы он человеком влиятельным, чтобы его уважали. Относились к нему. Он не понимает, кто на самом деле достаивается почета. Ведь они видят, как простолюдиные невежды, почитают богатых людей. Они действительно лебезят перед ними. Хотя истинная причина этого почитания кроется вожделение к чужому богатству и надежде на собственную выгоду. Все очень просто. Под халимы. Все же. Они хотят... Они уважают этих богачей в надежде, что, как по-русски говорят, что-то выгорит. Что-нибудь перепадет. Перепадет. Чего-нибудь да перепадет. А есть кому действительно, если удачно, то перепадает, а оно так оно и есть. Интересное дело. Как только эти люди, и они теряют это богатство. И все те, которые лебезали перед ними, ходили на задних лапках, они вдруг пропадают в одну секунду. И тем человек рассказал мне, как он был, он стремительно, как метеорол, стремительно взлетел, значит, разбогател. Ну, и точно так же все потерял. Это еще в такие лет 15 назад, когда все можно было сделать быстро и в ту, и в другую сторону. И больше всего болело не потерянные деньги, а потерянные друзья. Я им так верил. Они вокруг меня ходили кругами, спрашивали советы. Как только все стало известно, что у меня все... потерял все, потерял все. И они, как они, они со мной перестали со мной даже общаться. В наглую. Это друзья, это Ту. Он был просто поражен. Действительно. Вот вам пример глупца, который не понимал о том, что уважение, ее невозможно купить деньгами. Поэтому у нас, интересно, сейчас мы дойдем до той фразы, которую мудрецы говорят. Говорят, Тура говорит. Ошир вековод. То есть, есть Тура, а есть Ошир вековод. А Ошир вековод, они разделяются. Ошир – это богатство, а кого-то – это почесть. И они, нет, Тура их никогда не совмещает вместе. Почему? Потому что Тура знает секрет этот о том, что деньгами уважение купить невозможно. Тебя внешне будут уважать. Иди послушай, что они говорят за твоей спиной. Это то, что он говорит. Но если бы все эти люди уразумели, что нет у богачей невозможности, ни сил что-то дать. Или же, напротив, не дать кому бы то ни было без того, чтобы об этом постановил Творец, они бы не надеялись ни на кого, кроме Него. Они не находили бы нужным почитать никого, кроме того из людей, кого Творец отделяет высоким достоинством, благодаря которому заслуживает, чтобы Творец ценил его, как сказано. Эти люди, которые накапливают богатство в надежде, чтобы их уважали, они не знают секретов богатства, уважения. Есть секрет, который все, кто чуть-чуть знакомится с еврейской жизнью, знают этот секрет, он написан, его так часто повторяют. Написан где? В Перке-Авод, в Поучениях Отцов. Что там написано? Вопрос спрашивает, Бензума спрашивает вопрос. Меом и хубат. Кто тот, которого уважают? И, естественно, у нас все богатые, умные, не знаю кого, весь список, которые могли бы подумать, что такой человек будет являться уважаемым. А ответ он совершенно другой, он вообще не связан с другими людьми. Меом и хубат. Кто является человеком уважаемым? Тот, кто уважает других. Всего лишь на все. Это совершенно другая сфера. Жизнь, не связанная с деньгами, ни с твоим положением, ни с чем. Ты можешь быть самым богатым, влиятельным человеком, тебя все будут ненавидеть. Ты можешь быть самым богатым, влиятельным человеком, все тебя будут любить. Есть примеры начальников, которые люди относятся по-человечески, ко всем своим подчиненным, не возносятся, не требуют к себе боль. А есть, которые совершенно невыносимы, которые требуют постоянно, чтобы их восхваляли и относились к ним, и к какому-то идолу относились. Поэтому он говорит. Им оплодевает гординя. Им, если бы все эти люди разумели, что нет у богачей невозможности, не силы что-то дать, или же, напротив, не дать кому бы то ни было, без того, чтобы они об этом не постановили творец. Они бы не наделялись, они бы не надеялись ни на кого, кроме него. То есть, эти люди – глупцы, которые почитают, почитают этого богача. И поэтому они лебезят перед ними и занимаются этим подхалимством, лестью. Если бы они только уразумели и понимали, что на самом деле то, что они собираются получить, это не обязательно они должны получить через этого богача. Не надо для этого заниматься неугодным, как мы уже неоднократно много раз говорили. То, что полагается человеку, он получит в любом случае. Надо только идти прямым путём, честным путём. Он в любом случае получит. Не требуется обманывать, не требуется ходить прямым путём. Поэтому, если бы они понимали, сознавали, что всё от творца, и невозможно получить никого другого, только он оплачивает. Весь вопрос – через кого? Почему ты считаешь, что через этого богача ты получишь? Не требуется никакой лести. Ты получишь в любом случае, с другого места. Об этом он говорит, о том, что то, что касается уважением, то надо знать, что если уже почитать, то не надо почитать этих богачей. В скобках хочу заметить интересную вещь. У наших мудрецов, да, есть некая, назвать, какая-то сторона, да, уважать богатых людей. Хотя бы по той причине, по другой причине совершенно. О том, что и всех людей, мы знаем, что богачи – это меньшинство, а остальные все бедные, все бедные люди. Если уж есть человек богатый, то у него есть какая-то причина, небесная причина, почему его выбрали быть богатым, почему именно ему послали испытания богатством. Это огромное испытание, как мы говорили. Бедность – это не испытание. Это испытание гораздо более низкого уровня, чем испытание богатства. Только эта сторона единственная, которая есть для того, чтобы относиться уважительно к богатым людям, а во всем остальном, как все остальные люди. А истинное уважение нужно давать кому? А кому надо уважать? Мы раскрыли секрет, кто будет являться человеком уважаемым. Тот, который уважает других. Очень хорошо. Это легко делать. А кого надо уважать? Что называется, по списку. Кого надо уважать? Ответ очень простой, очень логичный. Если есть творение, мы есть творец, мы творение. И творец сотворил такое качество под названием уважение. Он мог бы и не сотворить, и мы бы не испытывали этого. Но он сотворил, и это качество называется уважение. То, по-видимому, надо только подглядеть, кого он уважает. И вот того надо уважать. Это единственное, кого надо уважать изначально, что называется, назовите это искусственным образом. Это, что называется, полагается уважать. Кого? Того, кого почитает сам, сам Бог. А кого? Того, кого творец отделил высокими достоинствами, благодаря кто он заслуживает, чтобы творец ценил его. Как сказано, чаще их меня я почитаю. Мудрецы Торы, праведники, которые идут по прямому пути. В принципе, любой еврей, который соблюдает заповеди, которые идут и стараются их соблюдать, для нас он как бы является человеком почитаемым. Естественно, что тем более, тем более, большие раввины, Роше Ищевод, главы Ищев, они достойны этого почитания изначально. И так принято у нас вставать при виде большого раввина, провожать его, указывать все виды уважения. До этого мы завершили, в принципе, прошлое занятие. Давайте перейдем теперь к продолжению этого. И разберем еще одну ошибку. Так, чтобы завершить вообще эту тему, очень-очень важную тему, очень важную тему понимания сферы жизни, касающейся пропитания. Каких ошибок не наделать. Так вот, объясняет Робейн Бахия так. «И из-за того, что упомянутые глупцы впадают в ошибку, почитая богачей за их богатство, и стремясь к богатству ради почета, творец приводит их к еще одной ошибке. То есть, после того, как они сами выбрали путь неугодный, пошли по этому пути, и погнали за богатством в том месте, где это не полагалось им. Если бы им полагалось богатство, они бы и сами стали богатыми без всех этих ошибок, без этих глупых стремлений. То есть, духовный закон, который, то снова повторяли его неоднократно. И по-русски это будет, по-видимому, звучать так, что по той дороге, которой человек хочет идти, ведут его. То есть, если он выбрал путь плохой, то удивительным образом его еще больше туда направят. Куда? Вот туда. Ты хотел туда, иди туда. Помогут еще, тебя хорошо направят. То есть, ведут его навстречу новым ошибкам и падениям. Так вот, одна ошибка притянет следующую. В чем она? В том, что он тяжко трудится все дни свои, забрасывая то, что он считает, что если вы получаете, то этот раз уничтожает, то есть, это все люди, которые, то есть, чтобы исполнить свой долг перед Творцом и благодарить его за добро, которому он отделяет его. То есть, где тут проблема? Человек. И мы неоднократно встречаемся с этим. Например, вопрос его про питание и учебе. Это вопрос очень тонкий. То, что мы сейчас говорим, это общая идея. У каждого индивидуума нужно решение этого вопроса на другое, но в целом можно его обсуждать. Например, вопрос дилеммы выбора – идти на работу или сидеть учиться. Работа – это сразу даёт тебе средства для пропитания. А сидеть учиться – тебя тут обзовут ещё всё, иди, знаешь, как ещё получится учиться. Особых денег нету, там какие-то несколько сотен несчастных шекелей, чтобы только купить себе водичку по дороге. Всё, что есть. Эта дилемма очень непростая для многих. И многие её решают интересным образом. Как они говорят? Они говорят, вот смотрите, да, учиться надо, сто процентов, да, но сначала надо заработать. Вот когда я заработаю, а по-русски, как мы говорим, встану на ноги, как встану на ноги, спокойно, душо, я могу, я не могу, мне надо сидеть, учиться, мне надо, я заработаю, хорошо, заработаю, вот тогда пойду учиться. Видите, вот такие люди, и они работают, естественно, что, а как только уже начали работать, всё это засасывает, и хочется ещё больше. И кажется, каждый раз, знаете, как притча с… не притча, а вот пример с тем самым ослом, у которого самую морковку повесили прямо перед носом. И он идёт каждый раз в попытке эту морковку укусить, но не понимая, что каждый шаг отделяет эту морковку. И так он идёт, так заставляет от осла, с ослиным мозгом двигаться в нужное направление. Точно так же и деньги, они, и успех финансовый какой-то, очень маня человека идти в эту сторону. И чем больше он идёт в эту сторону, тем больше он подвигается. Вот сейчас, сейчас я заработаю, сейчас заработаю, сейчас заработаю, сейчас заработаю. И он идёт, засасывает ещё больше и больше в эту сторону. При этом, естественно, что молитва – это уже не молитва. Его обещание – не, я два часа буду учиться в неделю, вторую, всё, смотришь, он уже полтора, а потом уже час, а потом уже даже это часу не учится. А уже то, что учится, вообще, таскать голову у него в другом месте. И постепенно он оставляет свои обязанности. В этом он говорит. Если ты начал с этого плохо, то есть ты стремишься к заработку, получить заработку больше, чем тебе полагать. Или по каким-то путём неугодным всевышленным. Или ты хочешь это ещё, не дай Бог, вообще для почести, чтобы тебя уважали. Или всё эти прочие ошибки, глупости, как он говорит. Тебя заведут ещё больше, засанят. А ситуация будет такая, что ты окажешься в ситуации гораздо более худшей. Почему? Ты перестанешь соблюдать свои обязанности. Это то, что он говорит. Если бы они исполняли свои обязанности, религиозные обязанности, то, без всякого сомнения, они скорее и вернее добились бы желаемого. Что ты хочешь? Ты хочешь, в принципе, ошивоковод, славы и богатства? Это то, что ты хочешь? Что человек? Люди чего только не придумают? Нет, да мне только поесть. Надо семью обеспечивать. Что за этим всё кроется? Ошивоковод. Желание быть богатым и желание быть человеком уважаемым. Эти две основные силы, которые двигают человека, и нет других. Когда я говорю нет других, имеется в виду, что, естественно, что есть эти телесные силы и всякие прочие, которые там покушать, и тут, и внизу, и вверху. А они не в счёт, они животные. А то, что человеческие такие. Мы не видим у животных это стремление к почести. Мы никогда не видели ни одно из животных, который возгордился над другими и требовал от них, чтобы его уважали. Даже у лисиц, по-видимому, которые символ какой-то мудрости, хитрости, нет такого, что одна, другая, так сказать, уважай меня. Почему меня не уважаешь? Или обижались. Нет. А людей, вот есть какой-то спектр этих чувств, совершенно присущих только ими. Непонятно, откуда эволюционное давление это произвело в мир. Делают восьмёрки в небе, чтобы хоть как-то объяснить это необъяснимое явление. Так вот, есть вот это стремление к очерва кого-то, к уважению и к богатству. Говорит он, вы же в стремлении за этим потеряли ваш духовный облик. Вы перестали исполнять ваши религиозные обязательства. Это полное падение. А у нас, как сказано, что, и так сказано Мишлей, говорит царь Соломон, «Долгоденствие по правой руку его, а по левую – богатство и почёт». Мы говорим каждый раз, ешених, а миши, два раза в неделю, три раза в неделю эту фразу из Мишлей, из притчей Соломоновых. С левой, по правой руку – долгоденствие, то есть долгожительство. Там Тура находится. Тура, кто учит, даёт долгую жизнь. А по левую – богатство и почёт. Теперь, почему отличается это правая, это левая? Надо знать, да, правая. Правая – это рука основная, крепкая. А левая такая, она вспомогательная. Вспомогательная, да, менее сильная. Что стоит за этим? Очень-очень глубокая мысль. Она состоит в том, что, в принципе, кто надеется на правую руку, то он заодно и получает и левую. А кто надеется только на левую, без правой, и этот тоже не получит. Почему рука слаба? Это то, что хотел сказать царь Соломоновых. У вас есть правая и левая рука. Правая – сильная. Тут Тура находится. Левая рука – это возможность приобрести богатство и уважение. То, что основной смысл, который тут есть, сколько мы заметим, что комментариев вот на это выражение мы шли, большое количество. Есть огромный-огромный смысл, потаенный смысл в этих словах, мы касаться не будем. Простое, самое простое понимание, которое есть. Если человек учит Тур и идёт по правильным пути, то в конечном итоге, как тут сказано, он скорее, вернее добьётся желаемого, не оставляя ни молитву, ни учёбу. Её не говорят, что надо целый день сидеть учиться. Только говорят о том, что невозможно, нельзя, чтобы человек свою душу оторвал от источника питания духовного, который есть в этом мире. Невозможно оторваться от Туры. Надо хотя бы час-два в день, должна быть учёба. Как сказано в книге «Ишо», что мы обязаны учить Тору утром и ночью. Утром и ночью. Есть люди, которые приходят, жутко уставшие, пять минут они учат ночью, перед сном или, не знаю, или вечером, главное выполнить это повеление, что повеление есть, что мы учили Тору, что она должна быть учить. И днём, и ночью. Значит, и ночью мы должны учить. Нет такого, чтобы и ночью мы не учили Тору. Тем более днём. Значит, надо людям, которые работают, они должны признать правила. Много-много раз приходилось обсуждать это с многими нашими ребятами, которые пошли работать. Значит, лучшая рекомендация, которая есть – начать день с Тору. Начать с этого. Когда ещё голова свободная, голова ещё, она не… нет усталости большой. И если есть возможность назначить хевруту с утра, после молитвы сразу, и попасть на работу уже после девяти, скажем, когда есть возможность уже поучиться здесь, я знаю, там встать, как положено, или на ботике, или на шесть утра, и чтобы было два часа сплошной учёбы. С этого начать день. Я знаю многих, которые так живут. Знаю, которые так живут. За границей у Балабад и хороших, которые есть, примерных, которые есть, это просто норма. Я помню, попал в синагогу в Нью-Йорке. Не надо было, что я попал. Я встал утром на ботике, то есть самая утренняя молитва, которая есть. Ну, я прихожу на ботике, пришёл за 10 минут раньше. Как правило, если приходишь сюда, практически пустая синагога. Я захожу туда, обомлел. Темно ещё, вообще темно, вообще темно, темно, темно. Синагога переполненная. Все сидят, как будто посередине дня. Как будто они только, не знаю, сколько они там сидят. Сидят, там пьют что-то, чай какой-то, и учатся, гудит всё, как, как, как вколили. Чего не понял. То, я был очень удивлён, когда они встали, когда они начали учиться, всё. Началась молитва, они все помолились. Ну, я думаю, сейчас идут домой все. Я собрался бы, хожу, думаю, смотрю. Они все вернулись на места, продолжили учёбу. Был очень удивлён. Подошёл к одному из людей, спросил, что тут происходит. Говорит, ну, а потом эти люди, они все предприниматели. Или имеют свободную специальность, там, сами предприниматели, но у них нету устроенного распорядка. Поэтому они, они, они учатся с 5.30, они приходят, начинают учиться, потом молятся, потом они ещё 2 часа учатся, и только 9, они идут на работу. после 9.30. И так до поздно, с утра. И я уверен, что они вечером тоже ещё учатся. Это был аббат им настоящий, это настоящий. Еврей, который никогда не оставляет, не оставляет, и знает о том, что то, что им положено, им положено. И если сейчас какая-то сделка произойдёт, и он посырится на хастре молитвы, не надо отвечать. Не надо отвечать. Сделка, она никогда не умеет. Никогда из-за, из-за, из-за богоугодного дела ничего не будет нарушено в твоей, ты не получишь никогда что-либо из-за того, что ты нарушил что-либо Богу угодно. Никогда. Надо знать это правило. Надо его много раз повторить. Это то, что он говорит. Говорит большое, большое дело. Надо богатство и почёт. Это всё, что человек хочет. Больше всего хочет. Больше всего хочет богатство и почёт. Это включает всё практически. Представьте себе, что человека уважают, и человек богатый, больше ничего не надо. Ну, представьте это, больше его ничего не надо. Это вершина всего, что такого человеку хочется. Так вот, оказывается, это всё в левой руке. Это в левой руке. В левой руке она сама по себе слабая. Если мы захотим только богатство и почёт, без Торы мы можем не получить ни того, ни другого. Но если мы будем это делать с Торой, которая находится в правой руке, которая сильна, крепка, то мы заодно и получим и всё остальное. Продолжает Рабейну Баха и говорит, среди тех, кто гонится за богатством, найдутся такие, что добиваются своего на путях, о которых мы говорили выше. Как? Тяжким трудом, великими стараниями. А есть и такие, что достигая того же, получив наследство и тому подобное. Мы действительно видим, что люди по-разному достаются. Есть, которые, они работают, а есть люди, ну, на удивление. Я не говорю про те, которые наследовали своих родителей, дедушек, бабушек, используют, наслаждаются вот этими наследствами. А есть, которые даже заработали с лёгкостью большой. А есть с огромным трудом. То, что он говорит. При этом многие связывают свой успех с непосредственными материальными причинами, без которых, как они думают, они не получили бы ничего, и восхваляют эти причины, забывая, кто их дал. Вот ещё одно полное заблуждение, которое он говорит. Что происходит с людьми, которые гонятся за богатством? Так как человек гонится за богатством, то уже половину головы он теряет. Голова уже не работает. И что он полагает? Он полагает о том, что вот тот путь, посредством которого он приобрёл это богатство, он является причиной того, что разбогател. Если он этими большими усилиями добился этого богатства, что он полагает? Что его усилия это, они привели его к богатству. Его расторопность, его умения, его смекалка, это то, что привело его к богатству. А с другой стороны, человек, который получил это богатство через дедушку-бабу, через маму с папой, наследство получил, он думает, ну, благодаря маме с папой я стал богатым. Они накопили, я стал богатым. Это ошибка. У нас так не... Это не наше воззрение нашего мира. Это не воззрение человека, который понимает, что в мире есть Творец, есть Ашгаха, провидение и управление. Творец управляет миром. Только Творец выдает нам зарплату. Это надо запомнить много-много раз. Все средства наши мы получаем только от самого бога. Единственное, что, если у него много посланников, нам это передать. То ли через такую работу, через такую работу, через это, через это. А мы можем по ошибке подумать, что это все пройдет через то ли мои усилия, то ли мои отсутствие усилия, везение называют это, то ли какой-то там лото выиграл, тоже, вот видите, я просто удачно умею выбирать номера, так вот считать. Или просто получил наследство. Ну вот, Барухашем посчастливилось, вот родится в такой семье богатой. Видите, вот он наследовал. Вот он говорит, что это полная ошибка. Полная ошибка. Они всего лишь были трубопроводом, или как назвать это, путем, через чего это наследство, богатство полагалось мне. Не более того, большая ошибка. Это напоминает историю, как он нам говорит, вот интересная вещь, да? Это напоминает историю об одном путешественнике, который шел по пустыне, томимой жаждой, и нашел воду в какой-то яме. Вода была плохая, но он был очень рад и утолил ее и в жажду. Но пройдя еще немного, нашел бьющий из-под земли ключ с чистой водой. А он раскаялся, что поторопился пить воду, найденную ранее, и утолил ее жажду. Точно так же человек, который нажил имущество каким-то определенным путем, если бы это не удалось ему по какой-то причине, именно таким путем, заработал бы то же самое иначе, как мы уже говорили, как сказано в Писании, ибо нет для Всевышнего препон, чтобы спасти через многих или немногих. Тут надо, 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 надо. Видите, что тут уже? Человек должен знать. Если он говорит, если он полагает, что он человек верующий, как у нас говорят, человек религиозный, назовите как, или соблюдающий еврей, любое имя дайте, с кипой ходит, считает, что есть Бог. Сказав А, надо сказать Б, нет выхода, нет выхода. Видимо, одна из самых больших каких-то наших недостатков, которые, по-видимому, это касается даже, может быть, неверия в определенном смысле. То есть, мы люди верующие, но, что называется, на треть, на четверть, на половину. То есть, вроде верим, вроде не верим. То есть, верим, но не до конца. Да, есть Бог, да, конечно, есть Бог. Ты веришь, что он все управляет? Да, верю. Не, не, ну ты же не имел в виду и это, и это. Тут я сам заработал, тут это же понятно, ясно, что это моя смекалка, моя сила, мои связи, моя красота, это я добился этого. Мама с папой помогли. Это неправильное видение этого мира. Если есть Всевышний, который всем управляет, то то, что мне полагается, я получил бы в любом случае. В любом случае. Понимаете? Это очень-очень интересная вещь. То, что человеку полагается, он в любом случае, он получает. Ни меньше, ни меньше. А начнет пойти чуть-чуть, идти кривым путем, так и его еще вот чуть-чуть добавят, вообще скосят, или еще того, что даже хотел получить. Расскажу историю. Сегодня, сейчас, по дороге мне рассказал один человек. Я извиняюсь. Стараюсь избегать рассказывать истории, но прямо перед носом, что называется. В одной семье надо было поменять мозган. Кондиционер. Кондиционер. То есть, речь шла о клинике, где жена принимает, где там в квартире и так далее. Надо было поменять кондиционер. Предложили этому человеку, значит, кондиционер за определенную сумму Х, хорошие фирмы, все очень хорошо, но гарантия один год. Один год, слышали, что есть, может быть, больше, как-то начали искать другие пути, может быть, есть что-то лучше. Он говорит, ну не представляете, нам предложили, говорит, семь лет гарантии на этот мозган, на кондиционер. Ну, правда, фирма такая, Китай, но семь лет. Очень-очень-очень впечатляет. Сколько стоит? На 200 шекелей дороже. Давай. Стоит того. 200 шекелей, семь лет, гарантия. Все. Очень хорошо. Все. Привезли мозган, установили, очень хорошо. Теперь надо получить этот охрают, гарантию. То послали все туда, получает документ, да, вы получаете гарантию на один год. То есть, что выяснилось, выяснилось, что там у них всегда есть маленькие буквы, да, они всегда. Действительно, семь лет они гарантируют, но если это частный дом, а если это хоть как-то связано с работой, то это уже только один год, не семь лет. Тот же самый мозган, тот же самый, этот, 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 этот человек, он в руку шею, ему, по крайней мере, это, он говорит, начал смеяться. Это, в принципе, то, что предложили нами с самого начала. Только предложили, по-видимому, лучший мозган, который изначально был на один год гарантии, и на 200 шекелей меньше. А так как я захотел быть Иберхухем, хотел быть чуть-чуть это самое, то я получил то же самое, по-видимому, чуть-чуть качество ниже, и плюс еще заплатил 200 шекелей. Хороший урок жизненный, который я... Это не значит, что не надо искать, это у каждого своя судьба, но надо знать, у каждого человека, на каждом уровне провидения, а Творец с ним ведет его так, чтобы показать ему, что то, что тебе полагается, ты получишь. Не иди другие, не ищи других путей. То, что полагается, ты получишь. Это то, о чем мы говорим, оно... Мы должны себе по многу раз повторить, по многу раз повторить, по многу раз повторить, по многу раз повторить. Есть вот... Вот сейчас мы поймем эту тему. Но мы, в принципе, касаемся тут очень-очень, чуть ли не центрального темы упования. Как мы добьёмся этого упования? Как надо достичь этого уровня, когда мы во всём будем видеть эту руку Творца, чтобы опереться на неё? Надо её видеть. Мы же хотим опереться на Всевышнего. Значит, надо видеть ту самую руку, на которую позволяет нам опереться на неё. Говорит Акробейн Бахья дальше. Как же должен вести себя тот, кто полагается на Бога в поисках средств жизни? До этого мы сейчас говорили об ошибках. Ошибка такая, ошибка такая, ошибка такая, ошибка такая. Перечислили три ошибки в Горячей. Потом ещё тех несчастных, которые хотят богатства из-за стремления к почести. И всё, что мы перечислили. А сейчас подходим хорошо. Это не делать такое. Это приведёт к ошибке. Это ошибка. А каким «да» надо быть? Всегда надо знать. Хорошо. Есть «не», не делай, но есть «да», делать. Надо знать конкретную рекомендацию. А какими конкретно мы должны быть людьми, которые воистину уповают на Всевышнего? Вот, например, вот в этой сфере жизни. Как должно быть по-настоящему? Он говорит так. Очень просто. Сейчас слушайте, потому что мы говорим сейчас принципы и квинтэссенцию всего, о чём мы говорили все предыдущие уроки. И вот сейчас ещё дальше пойдёт. То же самое будет. То же самое повторим. Если однажды случается задержка в средствах, и он не получает ожидаемого, где Бог? Вдруг меня забыл, получал, получал, получал. Даже не обращал внимания, что получал. Как только кислород перекрыли. Кто перекрыл? Что случилось? Почему? Сразу притяните. Вдруг вспомнил, что есть Бог. Что должен человек сказать? Он должен сказать в своём сердце. Тот, кто вывел меня из материнского чрева в этот мир, в определённое время, в определённый момент, ни раньше, ни позже, он задерживает меня, он задерживает мне в этом мире пропитание в определённый день и час. Ибо ему ведомо, что для меня хорошо. Мы сейчас то, что сказали, это перекрывает практически всё. Дальше мы будем только повторять и видоизменять. Ещё раз прочтём и разберём это. Как надо себя вести. Столько времени, сколько человеку даёт всё, это как проклятие того змея. Помните? На, покушай. Помните? А в чём проклятие? Помните? Образно говоря, что всегда корм еды у тебя будет под носом. Будешь жить в супермаркете. Ну, на первый взгляд, чего вдруг такое проклятие? Например, это же благословение. А ответ он не такой, это не благословение. Это проклятие. Почему? Потому что тому, кому всё дают, и у него вообще никаких проблем нету, тут я должен сразу скобско сказать, чтобы никто не перепугался, у него нет проблем, чтобы не стал искать эти проблемы. Мы их не ищем, не ищем, не ищем и не просим, не дай Бог, не дай Бог. Но, в принципе, это в каком-то смысле, что ему это спокойствие и обеспеченность даётся для чего-то. Может быть, он это не заметил. Но это явление ненормальное. Это созданное Творцом для него. Почему? Нормальное явление – это больное. Нормальное явление – это беспокойство, это войны, это какие-то беспорядки. Это нормально. Потому что так много всего, мы хотим какой-то счастливой жизни. А кто сказал, что она нам не то, что не гарантирована? Человек так сложно устроен, всё сложно, так сложно. Как это может работать в полном такой гармонии, чтобы всё было очень хорошо, всё было красиво и всё было приятно? И вот, в один прекрасный момент, зарплата не заходит на счёт в банки. Посмотрел, а оплаты все-то идут, смотрят, минус уже такой накопился. Ну, вот, давайте проверим. То, что человек светский, его поведение, это пусть нас не интересует. А что человек с кипой на голове? Как он это должен воспринимать? Вот, пожалуйста, что он говорит. Смотрите, посмотрите на эти слова. «Тот, кто вывел меня из материнского чрева в этот мир в определённое время, в определённый момент, ни раньше, ни позже…» Смотрите, как он строит логическое построение. Он говорит так. Ты человек религиозный – да, есть Бог, есть Бог. Он управляет? Да, управляет. Ты когда родился, вот в такую-то дату. А что ты родился в эту дату? Случайно? Нет, есть Бог, да не случайно. Значит, ты должен был родиться не раньше и не позже. Теперь твоя душа должна была пройти в этот мир. Не раньше и не позже. В этом ты на Бога надеешься? Нет, конечно, что за вопрос. А, ты в этом надеешься, что это не раньше и не позже? Отлично. Ну, давай перейдём теперь к твоему финансовому состоянию сегодня. Верно, что у тебя сейчас нет средств. Верно. Кто тебе давал средства до этого? Бог давал. А если у тебя нет средств, кто их тебе не даёт? Вы хотите сказать, Бог, да? Тот самый, который тебе давал, он теперь сейчас не даёт. Теперь всё от него. Точно так же, как ты веришь, что ты родился не раньше и не позже, точно так же ты должен верить в полной степени, что тот факт, что сейчас, в этот момент, у тебя нет средств, точно так же установлено Богом не раньше и не позже. Вот это то, что человек должен себе не раньше и не позже. Он задерживает мне в этом мире пропитание в определённый день и час, ибо ведомый муть, что для меня хорошо. Теперь самое сложное, которое мы сейчас говорим. Самое сложное, которое есть. Теперь оказывается, что тот факт, что у меня это пропитание забрали, оказывается, что это мне добро. Вот тут пиццуц, вот тут сейчас взрыв произойдёт. Тут народ уже до этого готов был слушать. Отсюда и дальше это возмущает. Как это понять? У меня нет зарплаты, долги, и это мне хорошо, вы хотите сказать? Секундочку, давайте снова логически рассуждать. Когда зарплата заходила от Бога? Да, согласен, да, от Бога. То, что у тебя забрали зарплату по какой-то причине от Бога? Да, от Бога. Скажи, когда тебе платили, и от Бога было, и ты согласен, это было для добра? Ну, а теперь, когда у тебя забрали, то что тебе хочет зла, твой Бог? Хочет точно такого же добра. И, в принципе, мы знаем, это отдельная тема, не будет сейчас её касаться. Так как творится эта сущность полная и совершенная, то из него нету, там нет недостатка, там всего только одно добро должно исходить. Нет такого, чтобы исходить от Всевышнего. И мы, это простые мысли, надо снова сказали А, надо сказать Б. Если это выходит от Бога, значит, всё для добра. Как достаток для моего добра, так и отсутствие достатка тоже для моего добра. И об этом говорил, говорил Гамзу, как он говорил, Гамзу ля тува. Вот эта фраза, которую мы слышим время от времени, повторяем, и это для добра, и это для хорошего. Вот это и есть смысл, что нет ничего, что происходит с нами, чтобы это не было добра. Единственное, что мы это не понимаем, мы мыслим категориями этого мира и не видим эту картину сверху. А сверху всё видится по-другому. Есть события в нашей жизни, которые могут показаться нам неприятными, но это только в понимании человека, который смотрит всё материалистическим взглядом. Нет грядущего, нет духовного, нет ничего. А взглядом сверху, с духовным взглядом, вся картина полностью меняется. Наоборот, то, что у тебя нету, то, что ты сейчас проходишь испытание, то, что ты вспомнил вообще Бога, это может быть единственное, что от тебя останется на грядущий мир. Грядущий мир останется от спокойствия этого человека, который имеет полностью, полный достаток, холодильник набит, телевизор исправно работает, есть тёплый туалет прямо в доме. Это есть от этого, кто-то вспомнит все эти часы просиживания с семечками, или просто безделия, который человек в удовольствии проводил это время около экрана или за поеданием. От этого в грядущем мире следа не останется. Когда человек придёт, он будет поражён, удивлён. Что? 99% своей жизни я выкинул просто так в урну, даже не думав об этом. На что? На удобную, на хорошую жизнь, которая ничего, никаких испытаний. Ребёнок, почему ты у меня не воспитал испытания? Почему ты у меня не забрал деньги? Почему ты у меня не перекрыл мне кислород? Чтобы я хоть что-то получил? Ну, это голова уже после того, как. Мы должны знать это, это как мусар. Мусар – это этика еврейская, которую мы должны повторять много-много раз. Ещё раз, ещё раз, ещё раз, ещё раз, ещё раз, ещё раз, ещё раз. Это должно быть частью нас, есть люди, которые живут религиозной жизнью головой, но не сердцем. Вся книга об этом. Они понимают, да, есть Бог, надо соблюдать, но их сердце далеко от этого, они не чувствуют него. Всё, о чём мы говорим, чуждо. Это надо животом чувствовать, всё, о чём мы говорим. Любая реакция, первая, естественная реакция, что-то случилось, «Гамзулатувам, а, спокойно». У человека такого есть совершенно полное спокойствие от души, он не паникует, не входит в какие-то, не начинает нервничать, как у нас принято. То есть мы не знаем, что делать, что случится, начинаем нервничать других, обвинять, обзывать, обвести себя не по человечеству. И он, и он, и он, и он, и он человек, который знает, что мир управляется Творцом, и знает, что всё для добра. У него нет причины вообще входить в какое-то беспокойство. Он будет предпринимать действия, необходимые, называться иштадлют, то, что требуется усилия какие-то, да, чтобы исправить. Но при этом он совершенно не потеряет своё душевное спокойствие. И он должен знать, и повторить себе много раз, не может такого быть, что служение Всевышнему принесёт ему какой-то вред. Снова и снова. А с другой стороны, отсутствие этого служения принесёт ему пользу. Всё, что Творец даёт нам, даёт для добра. То ли то, что мы понимаем, что это добро, то ли это мы расшифровываем как отсутствие этого добра, всё для добра. Почему? Потому что это то самое испытание, то на самом деле, что может быть нам сложно, нам, мы не любим это, мы бы хотели бы спокойствия, а нас заставляют, нас трясут, нас трясут, проснись, ты же хочешь что-то вот достоится в грядущем мире, значит, старайся в этом мире, значит, должен пройти это испытание. В чём испытание оно состоит? В чём испытание? Испытание, которое только сам Бог знает, как человек проходит. Может быть, жена. Что в душе у него? Пришло к нему испытание бедностью, каким-то нарушением порядка экономического, который был, или типа этого. Как ты там внутри отреагировал? Это есть испытание. Испытание, которое мы говорим, ты сохранил спокойствие души своей, полагаясь на руку Всевышнего? Или ты начал, так сказать, нервничать, и эти нервы на всех, ну, всех обвиняем, всё это не так, это всё, Босмин он мне говорил, это то сделает, это то. Начал обвинять всех вокруг себя, почему-то это случилось, вот так. У нас никто никого не обвиняет. Есть люди, которые как бы являлись посланниками привести мне это испытание. Ну, всё от Всевышнего. Если мы это не понимаем, не повторяем сто раз, двести, тысячу раз, не дойдёт до нашего сердца. Не дойдёт. Это надо повторять снова и снова и снова. Теперь. Тут есть дополнительный вопрос. Очень-очень-очень важный. Не знаю, что мы успеем его сегодня разобрать. Есть люди, которые говорят. Смотрите. Вот я слышал, что у вас принято говорить всё для добра. Что «э»? Это называется самовнушение. Это для вас, это додумали, психология, аутосегестия называется. Это личное внушение. Человек внушает себе, всё хорошо. Что мне внушать? На самом деле, ведь плохо. Теперь, кто придёт и так скажет, эти люди правильно говорят. Они действительно правильно говорят. Та самая психология, которая придумала это, они шакронимы, они большие лжецы. Они знают прекрасно, что у человека ничего не изменилось, что на самом деле ему плохо. Но только давай поговорим, давай я тебя буду убеждать, что тебе на самом деле хорошо. И, по-видимому, это работает, иначе бы это не существовало до сих пор. Это как одна из практик в психологическом терапии, психотерапии. Это действительно убеждение человека, что на самом деле это не так плохо, это на самом деле хорошо. Называется положительная мысль, и так далее. Давай убедим себя, что всё, что ты думал, что плохо, на самом деле хорошо. Теперь люди говорят, что ты мне убеждаешь, что это хорошо, но это на самом деле, объективно это плохо. У меня раньше было 10 тысяч, заходило в банк каждый месяц, а сейчас ничто не захочет, и ты мне хочешь убедить, что это хорошо? Эти люди правы, и почему? У них нет Бога. Это действительно самообман. Это называется самовнушение. Но человек, который понимает, что как присутствие достатка, так и отсутствие, всё приходит от Бога, это не самовнушение, а это здравый смысл. Это всего лишь на всё. Подумайте только, последовательно рассуждайте. Если уже сказали, что есть Всевышний, есть Творец, есть Бог, который управляет этим миром, и Он присматривает за нами, то всё, о чём мы говорим, это всего лишь логическое следствие закон. Ты обязан к этому прийти сам. Если Творец, изначально мы понимаем, что это абсолютное добро, и всё с него сходит добро, то и всё, что приходит к нам, это от абсолютного альтруизма, добра Творца. Значит, как присутствие достатка, так и отсутствие является для нас полным добром. Единственное, что я своей головой не понимаю. До конца, пока ещё, что это мне даст. Как часто бывает, что нас могут уволить с работы, и мы в волну ужаса, я остался без всего, а всего лишь, смотря через два месяца, ходит уже как гусь, а что такое, получил новую работу, и на пять тысячек или больше, и вообще условия лучше. Не понимаем, не видим, мы же не видим будущего. Это надо знать о том, что если человек понимает, осознаёт, что есть Творец, и Бог управляет этим миром, то всё для добра – это не какая-то фраза аутосегестии, это не самовнушение, это всего лишь холодный расчёт, это всего лишь простая логика, в которой каждый должен прийти к ней, всего лишь сделав несколько логических размышлений. То, о чём мы сейчас говорим. И мы повторим это ещё много-много раз. Почему? Потому что мы с этим встретимся, с этим «и это для добра, и это для добра», и будет каждый нам раз казаться, что это «вааа, искусственно», как мы очень любим, «ааа, нет, это не искусственно», и это не самоубеждение, это всего лишь здравый смысл, который есть. Теперь продолжим. Подобным же образом, если человек получает своё пропитание по точной мерке не более строго необходимым, он должен сказать в своём сердце, «Эй, творец, приготовил мне пищу в груди моей матери в начале моей жизни, соответственно, моим нуждам, столько, сколько требовалось мне для пропитания за дня в день, пока свой час не заменил его чем-то лучшим. И мне нисколько не вредило то, что я получал это питание по строгой мерке. Точно так же мне нисколько не повредит, если я буду получать пропитание, которое он посылает мне по строгой мерке, соответственно, моим потребностям до конца моих дней. И тогда человек получит награду, подобно нашим отцам, прошедшим подобное испытание в пустыне. Как сказано в книге Шемот, и пусть выходит народ, и собирает каждый день столько, сколько нужно на этот день». И еще один пример, который им приводит, это если пропитание приходит к человеку не из того источника, из которого ему бы хотелось бы, и не в том месте, не от того человека. То есть он не любит работу, не любит начальника и получает оттуда зарплату. Что в таких ситуациях должен сказать? Должен, должен сказать, «Творец создал меня именно в таком виде, с таким строением тела, с такими своими свойствами, размерами, не с другими другими, для моей пользы, и он избрал для меня пути, которые предотвращает ко мне пропитание, никакие другие». Бекетсур, все, что есть, все только к добру. Обратите внимание, та же мысль, она еще раз, еще раз, мы это разберем, может, уже больше в следующем занятии. Хотя тут все очень просто. Вначале он, равнодорожен, три ситуации. Первая ситуация, когда у человека было, и теперь нет. Как себя вести в этой ситуации? У меня не хватает денег, не хватает пропитания, не хватает это. Как я должен реагировать, как человек веры? А, человек веры, она должна породить плод, упование на Всевышний. В чем, что тот факт, что у тебя сейчас нету, это для тебя, на данный момент, на данный момент, самое большое добро, это первая ситуация. Вторая ситуация, когда человек видит о том, что ему Творец, несмотря на все его старания, посылает точно, сколько надо. То есть, он не ходит голодным, но, с другой стороны, сказать, что он там сильно сытым ходит, тоже не может сказать. Точно настолько надо. Что человек должен сказать в такой ситуации? Очень просто. Точно так же, как меня в самом начале я родился, и мама меня кормила грудью, и сколько я ел, столько, сколько я хотел есть, столько ребенок, сколько ест, столько, сколько он желает есть, столько он имеет. Видите, так сказать, ходит и источник питания прямо рядышком с ним. Вкусно. Ему какие-то дополнительные пропитания было выделено? Нет. Это повредило ему? В его росте? Нет. Это то, что говорит. Значит, точно так же, когда ты вырос, и когда ты уже перешел на свое личное пропитание, если ты видишь, что тебе даются точно столько, сколько положено, то это для тебя самое большое добро. И знай же, что вот тот факт, что ты довольствуешься этим, и ты понимаешь, что это от Всевышнего, и ты доволен этим. Вот это и самое большое твое испытание, точно так же, как это было испытание у наших праотцов. То, что описано в Торе, центральный, один из центральных моментов, когда испытание, прямо так и описано, что это испытание, когда наши праотцы, они, поколение выхода из Египта, они ходили по пустыне, то их непропитание, оно было от небесной маны, Теперь интересная вещь. Эта небесная мана, она специально выпадала точно столько, сколько необходимо, ни больше, ни меньше. Человека, его личное какое желание? Впрок иметь. На всякий, а что завтра? У меня завтра не будет. То есть, получается, что он не имеет веры. Не имеет веры. И это самая большая проверка, которая есть в душе человека, в сердце его. Действительно, он считает, что Творец пропитание дает или нет. И вот за прожжение этой веры, и он удоставит за самое большое вознаграждение. То остановимся тут. Зрата Шем, продолжим эту тему в следующий раз. Мы находимся посередине самого такого основного, насущных тем нашей жизни. Всего доброго. Привет из Руссо-Лима.